Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Плещ – это уникальный переносчик инфекционных заболеваний, он может переносить различные возбудители. Сегодня мы в большей степени говорим о хроническом вирусном клещевом энцефалите и хроническом лаймборолиозе. В взрослой практике мы используем клинические рекомендации по болезни лайма и клещево-вирусную энцефалиту у взрослых 2016 года. В этих клинических руководствах представлена классификация течения заболевания, клинические проявления и сделан акцент также на хроническое течение. Причем еще упоминается необходимость выявления хронических форм после инапарантных или стертых форм как клещевого вирусного энцефалита, так и лаймборолиоза. В последние годы появилось достаточно много клинических рекомендаций зарубежных авторов, где также обсуждается клиника диагностика заболевания, необходимость роли повторного лечения антибиотиков у пациентов со стойкими проявлениями болезни лайма, необходимость предоставления рекомендаций по подтверждению клинического диагноза, проведения дифференциальной диагностики, а также о проблемах по инфекции, то есть микс инфекций клещевых заболеваний. С 2015 года в Европе наблюдается рост зарегистрированных случаев клещевого энцефалита, достигший пика в некоторых странах в 2020 году. Это касается не только Европы, но и нашей страны, в общем-то азиатских стран. И эта проблема действительно очень актуальна в плане того, что заболевание отличается стадийностью течения, достаточно бывает тяжелое течение заболевания, не всегда его легко распознать, и очень важны меры профилактики этого заболевания, потому что, как я уже говорила, достаточно бывают серьезные исходы и даже летальные случаи. Европейской ассоциацией неврологов представлен обзор по клещевому энцефалиту, проведен поиск литературы, и вот я выделила, что для клещевого энцефалита не существует эффективной противовирусной, в всяком случае доказанной, или иммуномодулирующей терапии. Действительно, проблема не только в диагностике, клинической диагностике, лабораторной диагностике данного заболевания, но и лечении, в том числе особую сложность вызывает лечение хронических форм заболевания. Осенью 2021 года эксперты из 13 европейских стран собрались, чтобы обсудить эффективность эпиднадзора за клещевым энцефалитом в связи с тем, что данное заболевание достаточно серьезно, и очень важна именно профилактика и оповещение населения, настороженность населения в плане возможного развития данного заболевания. В плане характеристики и постановки диагноза заболевания, конечно, мы учитываем как в остром случае, так и при хроническом течении наличие эпидонаммы. В первую очередь, конечно, это присасывание клеща, хотя мы знаем, что возможен транскутанный путь, возможен элементарный путь для клещевого энцефалита, трансплакцентарный для лаэмборролиоза. Что хотелось бы отметить, что часто пациенты замечают именно присасывание самки, а заболевание может переноситься и нимфами, и самцами, которые достаточно мелкие и могут быть незаметны или не восприниматься нашими пациентами как присасывание клеща. Они также могут переносить заболевание. Для лаэмборролиоза клещевого энцефалита в целом патогенез в плане стадийности схож. Конечно, это абсолютно разные клинические заболевания, есть схожие синдромы, но тем не менее, вначале всегда происходит размножение возбудителя либо в коже, либо подкожей жировой клетчатки, слизистой желудочно-кишечного тракта. И затем возбудитель попадает в органы мишени, и для каждого заболевания характерна персистенция с развитием хронических форм. Патогенеза клещевого энцефалита играет роль гетерогена из генома вируса клещевого энцефалита. Клещевого энцефалита считается, что более тяжелые случаи заболевания возникают при развитии дальневосточного и урала-сибирского подтипа вируса клещевого энцефалита. При развитии тяжелой формы нередко подключаются иммунопатологические компоненты иммунного ответа, а также снижение клеточного и гуморального ответа, в том числе не только при развитии чуговых форм, но и двухлоновом течении клещевого энцефалита. Фактором, который способствует проградиентному течению клещевого энцефалита, относятся несоблюдение лечебно-охранительного режима, ранние тепловые процедуры, сохранение астенического синдрома субфибрилитета после острого периода, тяжелая физическая нагрузка, травмы, операции, инфекции. Все это может привести к персистенции инфекции и развитию хронических форм. К основным клиническим формам хронического клещевого энцефалита относятся перипсия Кожевникова, полиомилитический синдром и синдром бокового амметрофического склероза. Во время невозникновения выделяет инициальный, когда сразу после острого течения не наступает выздоровление, а ведет проградиентное течение заболевания. Ранние проградиентные, когда хроническое течение возникает до года после острого периода, поздние проградиенты, это спустя несколько лет после острого периода и самый сложный в плане диагностики – это спонтанный проградиентный тип развития хронического энцефалита, когда нет явного острого периода, то есть пациент принес инаппаратную или стертую форму пищевого энцефалита в остром периоде. По характеру течения может быть рецидивирующий, непрерывно прогрессирующий, абортивный. Наиболее часто встречается непрерывно прогрессирующий. Кожарниковская эпилепсия представляет собой миоклонические гиперкинезы чаще после очаговой тяжелой формы клещевого энцефалита и характеризуется миоклониями чаще всего верхней конечности, которая распространяется на нижней конечности и затем нередко переходит во вторично генерализованные эпилептические припадки. Что касается полимилитического синдрома, то здесь наиболее часто страдают верхние шейные сегменты, шейные утолщения с развитием вялых порезов в области шеи, плечевого пояса, рук. Нередко подключается и поражение альфа-мотонейронов на уровне поясничного утолщения, тогда будет периферический порез в ногах и заболевание прогрессирует вовлечением всего новых мышечных групп с развитием достаточно тяжелого тетропореза. На данной слайде представлен пациент с развитием бокового метрофического склероза, правиатура БАС, она принятая, это синдром, которого данное заболевание, хроническое течение, развело через 35 лет после острого заболевания. На слайде видно выраженная атрофия мышц-печевого пояса, грудного отдела, также у него был выявлен бульбарный синдром, дисфогия, дезортрия, дисфония и пирамидная недостаточность в руках с повышением рефлексии наличия патологических кистевых знаков. У детей чаще всего хронические формы клещевого энцефалита представлены синдромом кожанниковской эпилепсии, после энцефалитической формы острого клещевого энцефалита, реже фокальные эпилепсии и единичный случай с другими формами заболевания. У взрослых, наоборот, наиболее часто встречается полиомелитический синдром, синдром БАС, энцефалополиомелитический синдром при сочетании поражения головного и спинного мозга, реже встречаются также другие формы. Что касается лайм-боррелиоза, то он распространен по всему миру, в том числе и на всей территории России. В высокоэндемичных регионах по лайм-боррелиозу зараженность клещей может достигать 30-40% в баррели и бурдорфере и вызывать достаточно часто как острые, так и хронические виды заболеваний. При развитии острых форм лайм-боррелиоза подключается врожденный иммунитет, вырабатываются цитокины, в первую очередь это интерфероны, это интерликины 10, 6 и фактор некроза опухоли альфа. В патогенезе нейроборрелиоза как на острой стадии, так и при хроническом течении основную роль играет сам возбудитель варелия бурдорфересенсулята, активируются и повреждаются эндотериальные клетки, дисфункция гематенцифорического барьера, развитие воскулита либо воскулопатии. При более длительном течении возникает молекулярная мимикрия, что провоцирует аутоиммунные процессы и нередко развиваются ауто воспалительные процессы септическое воспаление с индукцией цитокинов. К нами было проведено исследование по определению уровней интерликинов в хронической стадии заболевания и было показано, что у больниц с хроническим нейроборрелиозом преимущественно встречается гиперпродукция провоспалительного интерликина 31. К факторам риска развития хронического нейроборрелиоза относятся раннее развитие признаков диссеминации, множественное присасывание клещей, отсутствие патагномоничного признака заболевания мигрирующей эритемы, в связи с чем бывает отсроченный и неполный курс лечения в острый период заболевания. Известно, что патагномоничный признак, как я уже сказала, это мигрирующая эритема, на более поздних стадиях встречается лимфоцитома кожи в области мочки уха, либо ореола молочной железы и атрофический акродерматит. Но могут быть и более редкие кожные проявления, это собственные наблюдения, здесь представлен кожный воскулит, кожный воскулит в сочетании с полиневропатией, лиродермоподобные изменения, мигрирующая хроническая эритема, кальцевидная гранулема. Все эти проявления были подтверждены сирологически и практически с полного восстановления после проведения курса антибактериальной терапии. Для лимборолиозов, в том числе и хронической, очень характерно поражение суставов и мышц в хроническом периоде в 10-15% случаев развивается лимартрит с поражением чаще всего коленных голеностопных суставов и поражением переартикулярных тканей. Также характерно поражение сердца как в виде блокад проводящей системы, так и нарушение ритма и нередко пациентам при тяжелом течении приходится устанавливать кардиостимулятор. Поражение глаз достаточно обширно, то есть различные могут быть проявления, но все эти проявления считаются доброкачественными при адекватном назначении антибактериальной терапии. К основным формам хронического нейроборелиоза относятся прогрессирующий энцефаломиелит, напоминающий рассеянный склероз, серебральный воскулит, который появляется ишемическими геморрагическими инсультами, энцефалопатия с развитием когнитивных расстройств в виде нарушения концентрации внимания и памяти, радикулоневропатия, которая чаще всего носит генерализованный характер с поражением всех отделов позвоночника, двусторонней радиации и развитием радикулопатии. Полиневропатия захватывает как верхние, так и нижние конечности и чаще всего имеет характер чувствительно-вегетативных проявлений. Кроме того, встречаются и редкие проявления хронического нейроборелиоза. Здесь представлены практически все синдромы, которые можно встретить. Топические синдромы, неврологические синдромы. Но все они, это диагнозы исключения, они требуют тщательной дифференциальной диагностики и интертекального синтеза антител по возможности, чтобы правильно поставить диагноз и назначить своевременную терапию. Хотелось бы отметить, что по нашим данным, среди 160 пациентов с хроническим нейроборелиозом почти у половины не было острого периода заболевания. В связи с этим диагностика хронического периода была отсрочена и видите, что в среднем она составила 36 месяцев, то есть почти 3 года от начала заболевания. Конечно, часто эти пациенты получали лечение в более позднем периоде и не всегда оно было достаточно эффективным. При нейровизуализации также нам достаточно часто бывает трудно установить сразу диагноз. Здесь представлены МРТ-исследования головного мозга пациентки с леймборелиозом, где проводился дифференциальный диагноз с рассеянным склерозом, с системным маскулитом, также исключались теразитарные инвазии. Длительное время считалось, что очаги в области спинного мозга не характерны для пациентов с леймборелиозом. Здесь представлены МРТ спинного и головного мозга пациентки с энцефаломиелитом, с наличием очагов как в головном, так и в спинном мозге. Также следует помнить, что леймборелиоз может сочетаться как с аутоиммунными, так и с соматическими заболеваниями. Мы провели тестирование серологическое. У 100 пациентов с достоверным диагнозом рассеянного склероза было выявлено, что почти у каждого пятого было сочетание рассеянного склероза и хронического течения леймборелиоза. 16% были ложноположительные результаты. Чаще всего это были иммуноглобулины М, которые не встречались при повторном обследовании. Следует еще отметить очень важный синдром, таковый как постлаймский, то есть после проведения адекватной антибактериальной терапии, часть пациентов объявляет неспецифические жалобы на патологическую утомляемость, скелетно-мышечные боли, нарушение памяти. И в этом большую роль играет сенситизация головного мозга цитокинами после перенесенного леймборелиоза с развитием асептического воспаления. Обсуждается выработка боррелий токсических веществ и наличие аутовоспалительного процесса, вызванного погибшими микроорганизмами. Следует отметить еще, что постлаймский синдром похож на постковидный синдром и тоже требует дифференциальной диагностики, так как многие проявления данных синдромов схожи. Это дополнительно важно, так как каждый пятый пациент с леймборелиозом сообщал о длительном течении COVID-19 после заражения новой коронавирусной инфекцией. Действительно, приходилось проводить дифференциальную диагностику постлаймского синдрома, постковидного синдрома, либо это персистенция боррелиоза с развитием хронического прегридентного течения заболевания. Встречается микс инфекции в хронический период заболевания. Мы провели серологический мониторинг 56 пациентов с достоверным диагнозом леймборелиоза хроническим течением. И у 21% было выявлено серологические признаки на моноцитарный релихиоз. При сравнении двух групп изолированная леймборелиоза и при леймборелиозе с возможным релихиозом было показано, что при сочетании с возможным релихиозом чаще встречался общий инфекционный синдром и системные проявления. И достоверно чаще при возможной микс инфекции леймборелиоза и релихиоза встречалась лейкопения и повышение трансаминоза. Кроме того, нам из 160 пациентов с хроническим леймборелиозом выявлено были два пациента с хронической микс инфекцией леймборелиоза и хронической клещевого энцефалита. В обоих случаях леймборелиоз проявлялся радикулопатии, у одного пациента хронический клещевой энцефалит проявился кожавниковской эпилепсией, а у другой пациентки многоочаговой неврологической симптоматикой с наличием минерализованных общесудорожных эпилептических припадков. Диагностика клещевых инфекций в том числе хронически базируется на эпиданамнезе, характерных клинических проявлений и обязательной эмологической верификации. Для клещевого энцефалита наиболее часто используется иммуноферментный анализ, другие лабораторные тесты используются для подтверждения диагноза в сомнительных случаях. Это данные профессора Ларисы Ивановны Волковой по динамике титра иммуноглобулина G и иммуноглобулина M. Для антител вирусу клещевого энцефалита видно, что спустя месяцы и годы при хроническом течении сохраняются как M, так и G-антитела, которые персистируют длительное время. Для диагностики Лаймбореллеза используется двухшаговая диагностика, либо стандартная с использованием иммуноферментного анализа и дополнительно подтверждается иммуноплотингом, либо двухшаговая диагностика иммуноферментным анализом повторно, если в тест-системах есть антиген ВЛСЕ. Следует также отметить, что при Лаймбореллезе может длительно сохраняться M, G-антитела без клинических проявлений заболевания. Это всегда не говорит о том, что это идет хронизация инфекции, хотя риск развития хронических форм все равно у этих пациентов сохраняется. На ней было также показано, что после проведенной антибактериальной терапии почти 15% пациентов титра антител Боррелли сохранялся выше нормальных значений при отсутствии клинических признаков прогрессирования. То есть сохранение титров как M, так и G-антител при отсутствии клинических проявлений не позволяет нам назначать повторный курс антибиотиков при отсутствии клинических признаков прогрессирования заболевания. Я уже говорила, что достаточно сложное лечение как острых, так и хронических форм клещевого энцефалита, острых очаговых форм, хронических форм. И в литературе обсуждаются различные препараты, которые можно назначать. Это иммуномодуляторы, человеческий иммуноглобулин, рибонуклеат, так как это РНК, содержащий вирус, интерфероны, индукторы интерфероны, вакцинотерапия. Но, собственно, вот тут показывает, что в ряде случаев удается достигнуть полного регресса симптоматики. В частности случаев бывают достаточно выраженные остаточные явления и даже летальные исходы. В терапии боррелезов используется антибактериальная терапия, это спирохета, боррелия бурдорфери. Считается, что представленные антибиотики обладают сходной эффективностью. Для лечения нейроборрелеза обычно используются сефтриаксон, так как он лучше проникает через гемогенцефалический барьер. Длительность зависит от тяжести заболевания и длительности течения заболевания. И встает вопрос о пролонгированных схемах антибактериальной терапии в случае развития неспецифических жалоб после проведенной адекватной антибактериальной терапии по поводу острой или хронической стадии заболевания. Данное исследование представили, что группа пациентов, которые получали антибиотики и группа плацебо в течение трех месяцев после проведенного курса сефтриаксона. И в результате было показано, что не было достоверной разницы пациенток в развитии симптомов, сохранении симптомов у тех, кто получал антибиотики в группе плацебо. То есть неэффективна антибактериальная терапия при неспецифических симптомах после адекватной антибактериальной терапии в течение лайн-боррелиоза. Наши данные также показывают, что мы не допились полного регресса ни при одном из синдромов нейроборрелиоза, нерадиплопатии, энцефалопатии, энцефаломиелита. Возможно, что во всех этих случаях уже подключался аутоиммунный компонент, либо нейродегенеративное течение заболевания, либо в ряде случаев данные симптомы были проявлением плацебо в течение лайн-боррелиоза. Продолжение следует... Продолжение следует...